Призыв шестой печати Ангел воздуха, пожалуйста, очисть мое ментальное тело. Ангел огня, пожалуйста, освети мой дух. Ангел эфира, пожалуйста, собери квинтэссенцию. Существа чистого света и святых высших миров. Мы стоим здесь пред вами, в причастии и почтении. Во время этого призыва мы распахиваем наши сердца и держим наши умы открытыми. Мы стремимся привести себя в соответствие с самыми высокими гармониями и частотами разума и света, чтобы они смогли проникнуть в глубину нашего существа, открыть нас с воду бесконечного и мягко направить нас в объятие нашей сути. Мы пришли, чтобы вызвать шестой божественный луч, который поможет нам вобрать в себя его божественную истину. Мы готовим себя к мягкому проникновению истины. Мы открыты святому смыслу слова истины и благодати, которую она дарует. Мы стоим пред тобой, обнажёнными, такими, как когда-то пришли в этот мир, без шор и ограничений, без мнений и знаний, без страхов и замыслов. Живые клетки нашего тела помнят это состояние, состояние до падения, когда каждая из них пела в твоём присутствии, восхищаясь твоей истиной. Мы также признаём, что по мере того, как росли и развивались наши тела, семя сакральной раны заставляло нас двигаться всё дальше и дальше от нашего естественного состояния. И именно поэтому мы отдалились от нашего источника. Мы видим масштабы и глубину нашего разделения и признаём, что преодоление этого разделения стало для нас величайшим делом жизни. Мы все оказались в состоянии забвения, отдалившись от того, что вечно. Мы признаём присутствие наброшенной на наши глаза вуали, которая мешает нам постичь свою истинную, безграничную природу. Мы полностью принимаем нашу историю, которая привела к этому мифическому грехопадению. Мы также признаём совершенство этого путешествия как аспекта твоей святой воли, твоего великого замысла. Мы даже признаём неуклюжесть и жёсткость самого языка с его разделением, поскольку вынуждены использовать такие термины, как «я» и «ты». И поэтому мы произносим эти слова с лёгкостью, полностью понимая их ложность. Мы признаём её как основную причину наших страданий и страданий всех тех, кто пришёл раньше нас. Мы предлагаем тебе нашу разделённость для её трансмутации. Мы призываем эксклюзивную чистоту покоя, чистоту святого света этого шестого ключа. Это тот внутренний свет, который заставляет наши тела и души трепетать в благоговении, когда он, как снег в тихую зимнюю ночь, мягко сходит на нас, как и в ту самую ночь перед рождением Христа. Всё живое затихло, даже скалы склонили свои древние части, в почтении ожидая твою истину. Мы дышим мягко и глубоко, позволяя тихому снегу истинам ложиться мягко на наши головы, наши тела, наши руки, наши ноги. Мы позволяем этому снегу покрыть нас с головы до ног. Мы чувствуем, как свежесть твоего молчания входит через нашу кожу, растворяясь в наших мышцах, железах и органах. Мы чувствуем, как милость твоей истины открывает нас, исцеляет, оживляет и очищает до самого основания. Мы призываем полуночную мистерию. Мы позволяем в этом снегопаде пропитать нас истиной до мозга костей. Мы позволяем кристаллическому свету засиять в нашей костной ткани, где каждая клеточка нашего существа признает энергию своего источника. Мы сияем, как кристалл. Мы сверкаем, как снег в свете звезд. В абсолютном молчании мы излучаем невообразимый покой. Мы бесконтрольно сдаемся твоему покою. Что еще мы могли бы сделать? Мы позволяем ему успокаивать нас, растворяя наши страхи, наше разделение, расплавляя нас, успокаивая нас, делая наши тела текучими и прозрачными. Покой, свет за светом, звук за звуком, тишина, мягкость, завершение, отдых. Мы сонастраиваемся со светом звезды капелла. Золотая капелла – звезда безмолвия, звезда неподвижности. Это звезда пастухов, которая бесшумно скользит по небосклону, пристально наблюдая за остальными звездами. Если пастух невнимателен, его козы разбредаются. Поэтому взор этой звезды динамичный, мощный и направляющий. Она приносит покой и неподвижность звездному стаду на небосводе. Капелла – пусть твой свет успокоения падает на всех существ космоса. Пусть свет твоей благодати принесет мир на землю и покой всему живому. Мы направляем пристальное внимание на великий внутренний ландшафт атмического тела. Шестой пространственный слой нашего существа. Божественный разум. Внутреннее пространство безмолвия. Позволь нам ежедневно сонастраиваться с красотой не ума, этого вечного гениального разума с его невероятным потенциалом и возможностями. Позволь нам вступить на землю нашей истины, беременной внутренней тишиной, из которой исходят все наши мысли, истории и эволюция. Позволь нам отдохнуть здесь, в глубине нашего существа, вне зависимости от истории, раскручивающейся на поверхности нашей жизни. Пусть истина этого бесконечного разума атмического тела информирует каждую нашу мысль, каждое наше слово, каждое наше деяние. Позволь нам ежедневно погружаться в твой бесконечный покой. Мы живем с огромным доверием к жизни в том, что она нам приносит. Теперь мы оживаем в потоке шестого луча. Мы позволяем нашим телам расслабляться, когда через нас течет экстраординарная простота истины. Если когда-нибудь мы почувствуем страх перед более высокими частотами нашей истинной природы, напомни нам в этом покое царство истины о невероятной легкости божественной благодати. Позволь нам выразить нашу благодарность за этот дар. Позволь нам запечатлеть эту память в наших клетках, в нашей живой ДНК, утвердить в себе эту внутреннюю точку отсчета того, чем на самом деле является истиной. Она не встретит никакой борьбы и сопротивления. Это абсолютная сдача, отсутствие сопротивления. Это любовь. Любовь, как тишина. Любовь, как мягкость. Любовь, как ничто. И любовь, как все. Пусть она окружает нас всегда. Пусть ей эманирует наше сердце. Пусть она вернет нас домой. Мы готовы принять великого архангела Гавриила. Разум, близкий самому Богу. Разум такой красоты и чистоты, что, когда нам позволено увидеть его через прикосновение благодати, наши души мгновенно взрываются бесконечным светом этой сущности. Габриэль, великий архангел истины, ты являлся нам прежде во многих ипостасях. Коснись наш сейчас своей сутью. Положи твою сияющую женственную руку на наши нахмуренные брони. Раствори наши заботы и беды, настрой наши сердца на твою истину. Улыбнись своей улыбкой сострадания внутри нас. Позволь соединиться с твоим сознанием бесконечно милосердным и щедрым. Позволь соединиться с тобой, с нашим великим существом, безмолвным. Позволь нам ежедневно вкушать бесконечную мудрость твоего молчания. Это наше наследство, наше право. Позволь нам вернуть себе то, что мы уже давно забыли, и позволь разделить это с миром, с нашими братьями и сестрами, со всеми существами на этой прекрасной земле. Габриэль, нам не нужно жаждать истины. Нам нужно только позволить ей войти, и она будет здесь. Это твое завещание. Истина есть сдача. Мы впитываем эту великую и беспрецедентную человеческую истину. Мы позволяем ей эманировать из внутренней структуры нашей ДНК. Мы подпеваем ее, мы резонируем с ее простым безмолвным. Истина есть сдача. Наша работа – это работа над нашей разделенностью с Богом. Ты – наш великий гид, работающий внутри нас, неотделимый от нас и напоминающий нам о запредельном, напоминающий нам о простоте сдачи тому, что есть. Мы смиренно просим об открытии шестой печати. Наши души достигают порога нашего высшего сознания, божественного разума, чистого, как креста, который охватывает все времена, который растворяет пространство, который восстанавливает разрыв в ткани нашего существа и напрямую показывает нам истину нашего единства со всем сущим. Мы стремимся вернуть этот аспект нашей души, который отделился от целых. Мы стремимся принять божественную истину в сердце нашего существа, в миллиарды фосфатных кристаллов, которые образуют ДНК по каждой клетке нашего тела. Мы открываем нашу рану разделенности и предлагаем ее этой великой шестой печати. Мы понимаем, что человечество когда-то жило в едином поле, и в далекой эпохе наше сознание знало себя как свет, как любовь, вне времени и пространства. Мы понимаем, что наше падение плотное поле материи не было наказанием за грехи. Мы понимаем, что грехопадения никогда не было. В то время, как наше сознание все глубже и глубже погружалось в форму, забывая свое святое происхождение, благодать никуда не уходила. Мы понимаем совершенство этого процесса, и мы бесконечно благодарны за этот период в большой игре жизни, в котором мы сейчас оказались. Мы склоняемся перед истиной, которая возвращается к человечеству. Мы трепещем при покушении великого события, великих перемен, в той переходной эпохе, которая приближается к нам с каждым днем, и в которой сознание раскроет себя, чтобы вернуться к своему исходу. Мы свидетельствуем страдания нашего мира. Мы чувствуем это очень остро каждой клеточкой своего существа. Мы чувствуем тяжесть наших страданий и мучений, которые мы многократно множили через эту раздробленность. Именно через шестую печать мир возвращается в свет истин. Когда Христос произнес бессмертные слова «Я есть им путь, истина и свет», Он говорил об открытии именно этого портала памяти. «Каждый из нас есть путь, истина и свет. Каждый из нас – Христос, носитель сакральной рады, разделенности, равнодушия и забвения. И Христос есть присутствие вечного Я, которое исцеляет эту раду. Мы знаем себя как свет Христовый, мы отдаем наш мир и страдание Великой Печати. Мы призываем к открытию этой шестой печати и к ежедневному растворению иллюзии нашего разделения, к иллюзии нашего разделения. Мы радуемся красоте нашего воплощения, мы принимаем процесс нашего полного воплощения. Мы убиваемся силой внутреннего света покоя, когда он взламывает форму, и источается каждым нашим атомом, как свет и истина. Мы призываем самые высокие частоты ситхи небесных сфер прийти и поселиться в нас, чтобы очистить и поднять нашу осознанность на высшие планы и принести эти планы на землю. Пусть все и все, кого мы касаемся, на кого смотрим, о ком думаем, чувствуют дыхание истины в своей жизни. Мы благодарим за это тайное учение о семисакральных печати, принимаем его живую передачу. Мы клянемся посвятить себя внутренней работе с этими высшими потоками и силами, чтобы подготовить почву для великих воплощений приходящей истины. Мы чувствуем успокоение, мы чувствуем успокоение наших блуждающих энергий и начало реализации всех наших воплощений. Мы предвосхищаем великий праздник, который готовится по мере того, как Божественная Синархия, Братство Света входит в поток трех низших миров и приносит с собой полную трансформацию и благодать. Мы заканчиваем этот призыв благословения пяти элементов. Ангел Земли, пожалуйста, очисть мое физическое тело. Ангел воды, пожалуйста, очисть мое астральное тело. Ангел воздуха, пожалуйста, очисть мое ментальное тело. Ангел огня, пожалуйста, освети мой дух. Ангел эфира, пожалуйста, собери квинтэссенцию. Аминь. Аминь.